Дорогие друзья, проведение Конгресса в этом году поддержали официально органы власти. Это Департамент науки и образования, Департамент культуры, члены Общественной Палаты Российской Федерации. Разрешите зачитать официальное представление делегатам Конгресса. Приветственное письмо участникам 7-го Международного Теосовского Конгресса, посвященное Блаватской Ильине Петровне от Общественной Палаты Челябинской области. Уважаемые делегаты Конгресса, в современной непростой ситуации, которую переживает не только наша страна, но и мировое сообщество в целом, очень важно поддержать интенсивность исследований, направленных на духовно-нравственное просвещение общества. Более того, такая деятельность может иметь успех только в том случае, если субъект, познающий мир, делает познание действенным. В этом отношении, конечно, главным является творчество. И в этом контексте очень ценно проведение Конгресса, который открывает свои площадки для исследователей и участников творческих конкурсов. С уважением, доктор политических наук, профессор по молодежной политике и воспитательной работы у Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского, член Российского союза писателей, член Общественной Палаты Челябинской области Наталья Ренатова-Болынская. Общественная палата Иркутской области приветствует участников и организаторов Седьмого международного Теосовского конгресса. Отрадно, что мероприятие направлено на поддержку и развитие деятельности, которое основано на духовно-нравственном просвещении общества, научных исследованиях, социально значимой и просветительской деятельности, направленной на идеи гуманизма, терпимости, нравственности, взаимопомощи, вне зависимости от национальной принадлежности и вероисповедания. Важно, что конгресс собирает представителей разных сфер – науки, медицины, образования, культуры и искусства – для обмена опытом и реализации новых социальных программ. Наиболее ценно, что в рамках работы конгресса реализуется ряд таких проектов, как научный симпозиум, международные конкурсы живописи музыки, поэзии, художественные выставки, книжные выставки новых изданий. Желаю успешной и плодотворной работы всем участникам мероприятия и надеюсь, что 7-й Международный Теосовский конгресс станет той площадкой, где научные изыскания и разработки разных групп ученых объединятся и дадут начало новым проектам. Российский ученый, врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, ректор Иркутской государственной медицинской академии после дипломного образования, главный невролог Иркутской области, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Викторович Шпрах. Департамент образования и науки города Москвы, Фонду поддержки и развития Теософии. Благодарим за приглашение. Уверены, что Конгресс пройдет на высоком организационном уровне и будет способствовать реализации проектов, направленных на воплощение идей гуманизма, нравственности, взаимопомощи, развития социокультурного и научного диалога в Российской Федерации. Заместитель руководителя Департамента науки и образования города Москвы Антон Ильич Молев. Совет Федерации Федерального Собрания от сенатора Российской Федерации Людмилы Николаевны Скаковской Арккомитету 7-го Международного Теософского Конгресса благодарю вас за письмо и организацию значимого просветительского мероприятия. Информирую вас о том, что Конгрессу будет организована информационная поддержка в виде постов в социальных сетях. Российский литературовед, ректор Тверского государственного университета, заведующая кафедрой международных отношений, руководитель Центра русского языка и культуры, доктор филологических наук, профессор, член Совета Федерации Людмила Николаевна Скаковская. Департамент культуры города Москвы прислал сообщение. Ваше обращение по вопросам приглашения на 7-й Международный Теософский Конгресс рассмотрено. Сообщаем, что информация о мероприятии доведена до сведения учреждений подведомственных департаменту культуры города Москвы. Дорогие друзья, а сейчас у нас видеоприветствие от Нилова Ярослава Евгеньевича. Нилов Ярослав Евгеньевич – российский политический деятель, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Высшего Совета ЛДПР, действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса. От имени Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов я с большим удовольствием приветствую всех гостей, всех участников, всех организаторов Международного Конгресса. Это не первое мероприятие, которое объединяет людей самых разных возрастов, национальности, вероисповеданий, но все объединены единым жизненным принципом – развития духовного мира. В детстве, занимаясь в художественной школе, я помню, с каким удовольствием я всегда листал альбом картин Рериха. Эти горы, они впечатляли, они вдохновляли, они побуждали рисовать. Я тоже любил горы, любил природу, любил живопись. И как-то это все напоминает мне те детские моменты, ту беззаботность, ту легкость, то спокойствие, которое, к сожалению, сегодня явно всем нам не хватает. Вопросы духовно-нравственного мира, вопросы укрепления, становления и развития духовного потенциала – это то, что находится в эпицентре вашего внимания. И я считаю, что общими усилиями мы можем менять мир к лучшему. С большим удовольствием я посещал несколько лет назад музей Рериха и одновременно погружался в ту атмосферу, в которой пребывал Рерих, организуя свой визит и свое путешествие, научное путешествие, исследовательское путешествие на Восток. Много смотрел документальных фильмов и не понаслышке понимаю, знаю, кто такая булаватская и какую роль сыграли в духовно-нравственном развитии, в укреплении и становлении науки супруги Рерихи. В Смоленской области есть также памятное место, которое напоминает нам о Николае Рерихе и его творчестве. Я желаю всем успехов, интересных бесед, интересных дискуссий, интересных встреч, интересных знакомств. И в это непростое время всем нам желаю мирного неба над головой. Двери комитета по трубу, социальной политике и делам ветеранов всегда открыты, и мы должны вместе, сообща, быстрее решать все поставленные перед нашим обществом, перед нашей страной задачи, особенно если это касается духовно-нравственного мира, духовно-нравственных ценностей и необходимости создания необходимой юридической, законотворческой, законодательной платформы для укрепления и для развития, для совершенствования всех наших граждан. Большое спасибо. Благодарим всех, кто проявил внимание к работе 7-го Международного Тайсовского Конгресса и отметил социальную значимость общественного события в России и в мире.